Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бевышева. Всем выйти из сумрака. Как Кабмин будет отлавливать зарплаты в конвертах и что грозит тем, кто не захочет по-хорошему? Охота на неудобных. Кто и почему четыре раза выстрелил в одесского активиста? Love is. При каких обстоятельствах в Умане появились баннеры о любви к Дональду Трампу? Сделать из черного белое. Кабмин уже буквально через месяц вплотную займется зарплатами в конвертах. Масштабные проверки прокатятся по всей стране. Как это будет выглядеть на практике? Какие подводные камни у этого на первый взгляд благого дела? Разбирались мои коллеги. Рабочий день Николая начинается в 7 утра и продолжается в 12, а иногда и в 14 часов. Работает он в частной компании неофициально. Зарплату получает в конверте. Николай приехал в Киеве из Римненской области 5 лет назад. В свои 47 мастер по ремонтам не смог найти работу с достойной белой зарплатой. Он просит не показывать его лицо, если интервью увидит работодатель, уволит на следующий день. Больше всего мужчину волнует вопрос пенсии. Ведь трудовой стаж не начисляется. Он, как и 4 миллиона украинцев, которые, по данным Госстата, работают нелегально, в старости не сможет рассчитывать на выплаты. Но и это не все риски. Заболел – остаешься без больничного. Кроме того, зачастую нелегалы трудятся без выходных. Человек, который работает неофициально, он лишен всех гарантий. Это касается и выплаты заработной платы, это касается и гарантий, связанных с какими-то травмами. То есть фактически, если что-то произойдет, то он сможет рассчитывать только на себя. Если он будет обращаться в государственные органы, то доказать потом факт его работы будет достаточно сложно. Тем более, не всегда такие люди даже знают, кто фактически является их работодателем, этим неофициальным структурой или человеком. Кому потом предъявить претензии. Сейчас, по словам юристов, действуют две схемы. Серая зарплата, когда минималку работник получает официально, остальное в конверте. И черные зарплаты, когда на руки в обход законов выплачивают все деньги. За месяц до начала проверок власти намерены убедить работодателей привести в порядок штатное расписание и отбелить зарплаты. С этими схемами сталкивался почти каждый, кто искал работу. Ситуация такая в Украине, что получилось, что людям или вообще платят маленькую зарплату, или платят неофициально. И они вынуждены идти на эти условия, потому что надо как-то выживать. На неофициальной работе больше платят, чем на обычной. Ни зами зарплату получают. Это мыслимо, это так не мыслимо работать. А люди работают очень сложно. И рискуют своим здоровьем. Так, и люди влаштовываются неофициально. Поэтому они еще получают дополнительную помощь для пенсии, для зарплаты. Но откуда возьмутся деньги на соцвыплаты, если каждый третий работник не платит налоги? Это колоссальные средства. Поэтому в Кабмине решили с 5 октября начать реальную борьбу с нелегальным трудоустройством. И даже утвердили соответствующее распоряжение. В рейдах планируют задействовать налоговиков, госслужбу по вопросам труда, местные органы исполнительной власти и даже нацполицию. Все ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики. А те до 15 числа каждого месяца отчитываться о результатах проверок в Кабмине. Все те, кто работает, должны быть по закону оформлены, чтобы были абсолютные гарантии працевлаштования, чтобы были гарантии того, что человеку никто безподставлено не выжжен. И в том числе для работодавца есть гарантии того, что это абсолютно открытые трудовые стосунки, в которых есть полная ответственность. Мы даем, например, месяц, за месяц, пожалуйста, всех оформить, а потом на нас не выражайтесь. По словам самих предпринимателей, идея проверять всех и вся неплохая. Но на практике все может оказаться сложнее. Рада предпринимателей при Кабмете Министров Украины выступает за то, чтобы легализовать заработные платы, чтобы защитить работника перед работодавцем. Однако мы категорично против, категорично предпринимаем, чтобы это не было тиском на бизнес, на бизнес, который легально работает, который легально платит заработные платы. Мы направили запрос в Министерство соцполитики, чтобы узнать, каким образом в октябре будут проходить масштабные проверки. Однако там пока не готовы ответить, почему украинцы становятся нелегалами в собственной стране. Наталья Шумакова, Лариса Зубенко, Лина Зеленская, Даниэль Косаковский. Подробности – телеканал «Интер». Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве. Сегодня с ее председателем Роном Ван Роденом провел первые переговоры премьер-министр Владимир Гройсман. Эксперты МВФ пробудут в Украине до 19 сентября. Они обсудят сотрудничество с Кием, включая финансовую помощь от фонда. Крымская Красногоровка, Павлополь, Водяное. Такова география обстрелов на Донбассе за сегодняшний день. Боевики по-прежнему игнорируют режим тишины. Уже с 7 утра 6 раз открывали огонь по нашим позициям. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Еще полмесяца назад здесь, в степи под поселком Крымское, происходил жестокий бой с оккупантами. Враг пытался прорваться к речке Северский Донец в этом районе. Безуспешно. После поражения враг затих на несколько дней. Но сейчас украинские бойцы снова отмечают его активность. Постепенно, день за днем, свидетельствуют наши солдаты, боевики все чаще обстреливают наши позиции. Не дошло только до крупнокалиберной артиллерии, как две недели назад. Сто двадцатыми минометами не стреляют. СПГ, АГС, РПГ, стрелковая сброя, крупнокалиберные кулеметы. Противник постоянно ведет огонь по нашим позициям. Учитывая это, наши солдаты в полной боевой готовности. Это же противник. И от них можно ожидать чего-то угодно. На данный час я не могу сгарантировать того, что они не пойдут в атаку на каком-то участке, або же не обстреляют артиллерию. Опытный Виктор Александрович наблюдает за противником. Он выискивает места возможных выстрелов вражеской артиллерии, чтобы корректировать ответный огонь. Оптику подарили литовцы, и она уже выручала в бою. Это нам привезли волонтеры из Прибалтики. Вот такой нам презент сделали, очень нужный. Потому что, что не скажет, сто кратное сближение – это что-то. То есть, от 25 до 100 крат. То, что мы раньше не видели, мы сейчас можем спокойно спостерегать. Пока была передышка, здесь, на этом участке, успели построить новый блиндаж. Более глубокий и комфортный. Мы стараемся так делать, чтобы возможность была у нас укрепиться. Мы закрепляемся, копаем окопы, выдвигаемся вперед потихонечку. Это наша земля, и мы никуда не собираемся уходить. Район поселка Крымское остается крайне важным для украинской обороны на левом берегу Северского Донца. В нескольких километрах позади крупные промышленные города. Северодонецк, Лисичанск, Рубежное под украинским контролем. Поэтому атаки боевиков после их недавнего поражения и значительных потерь возобновили здесь так быстро. Украинская армия единственный гарант независимости и безопасности Украины. Об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко. На собрании обсуждали финансирование ВСУ. По словам главы государства, на сектор обороны необходимо выделить чуть более 5% ВВП. И кроме этого Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением. Все, что мы видели на воинском параде, в том числе и в качестве исследовательских зразков, мое негайно надеяться в войска. Иначе это все показуха. Иначе это у всего не потребно. Действительно, говорят, мы другого партнера. Надейся, но спирайся на свои силы. Я окремо наголошу. Украинская армия является гарантом украинской независимости. Мы привыкли раньше говорить, что Будапештский меморандум является гарантом. Иначе. Нет. Мы выправляем эти подходы. Международное учение «Быстрый трезубец-2018», которое проходит на Явровском полигоне во Львовской области в самом разгаре. Украинские военные вместе с коллегами из армии стран-членов НАТО отрабатывают совместные действия в совершенно разнообразных ситуациях. О чем речь узнаем от Галины Якушко. Танки, БТР и вертолеты. Сегодня на полигоне интенсивная фаза учений. Первым на условное поле боя выпускают дрон произвести разведку территории. Вот здесь военные запускают дрон. Это не обычная радиоуправляемая модель, а с проводным питанием. Благодаря этому он неуязвим для радаров противника. Условных противников разделяет река к вражескому берегу. Военные добираются на БТРах. Задача артиллерии уничтожить склад с боеприпасами. Тыл прикрывают несколько танков. Они работают в паре по системе карусели. По очереди подъезжают и отъезжают. Производят выстрелы. Их задача захватить дамбу. Если условно раненые, тех, кому якобы необходима помощь, эвакуируют с помощью вертолета. За учениями пристально следят военные НАТО. Здесь американцы, канадцы, поляки и румыны. Украинские военные хорошо мотивированы. Они хотят быть успешными, стремятся учиться. Надеемся, их повысят в ближайшее время. Кто-то из сержантов станет майором, а лейтенанты – капитанами. Ведь именно здесь хорошо виден прогресс в действиях военных. Они смогут брать на себя больше ответственности. Украинские военные говорят, полученный опыт поможет спасти не одну жизнь во время службы на Донбассе. Ведь условия учений максимально приближены к реальной ситуации на фронте. Кроме того, здесь используют уникальную систему Майлз. Она позволяет имитировать поражение не только техники, но и солдат. Мы можем проводить практические урожения противника. Відповідно до этого проводится аналіз. И уже военнослужбовцы не так относятся до проведения занять с системой Майлз, ніж просто они стреляли по фанерным мишеням. И, соответственно, на это идет уже розрахунок. И военнослужбовцы, они уже больше подготовлены и не будут, скажем так, открыто представлять себя под противника. Маневры продлятся до 15 сентября. За это время военные НАТО намерены обучить еще около 2000 украинских военнослужащих. Галина Икошки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львовская область. Черноморский контроль, пограничные службы ВМС Украины и турецкая береговая охрана усиливают совместную работу в водном пространстве. Сегодня пограничники двух стран инспектировали береговую линию Босфорского пролива. Как это было, видел Александр Васильченко. Небо над Стамбулом затянуло грозовыми тучами. Турецкие пограничники не исключают небольшой шторм. Вскоре береговая охрана встречает украинскую делегацию во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Короткое приветствие. И патрульный катер отходит от причала. Сегодняшняя задача – совместный выход турецкой береговой охраны и украинской делегации в Босфорский пролив. Инспектирование береговой линии и обмен опытом. К слову, и небольшое ухудшение погодных условий как нельзя кстати. Украинские специалисты могут вживую увидеть, как с нестандартными ситуациями справляются их турецкие коллеги. Основная работа проходит в капитанской рубке. Это один из четырех модернизированных мобильных катеров. Задача команды – поисково-спасательные работы. У каждого из присутствующих своя функция. Это мое рабочее место. Я отвечаю за пожарную безопасность всего корабля. Если вижу, что началось возгорание или задымление, я обязан моментально отреагировать. Во время патрулирования, объясняют пограничники, береговая охрана Турции коммуницирует со службами других государств. В первую очередь это необходимо для быстрого реагирования на происшествия. Это может быть как задержание контрабандистов, так и спасение нелегальных мигрантов или помощь при кораблекрушении. Береговая охрана реагирует на все ситуации без исключения. Собственно, украинские ВМС в этом направлении уже давно работают с Турцией. Совсем недавно прошли совместные учения в Черном море. Погранслужбы двух государств намерены расширить точки соприкосновения, но детали пока не разглашают. А 6-го и 7-го будет проводиться Черноморский форум в Одессе. Там будут присутствующие керевники прикордонных ведомств у всех краин Черноморских бассейнов. Ну, за выключением Российской Федерации. Там мы вырешим все эти питания. Что касается общих целей и сотрудничества, я полностью поддерживаю руководителя пограничной службы Украины. В свою очередь Арсен Аваков подчеркнул, что такое сотрудничество значительно усилит работу пограничных служб в акватории Черного моря. Идет очень серьезная консультация и большая работа для совместных действий береговой охраны Турции и наших пограничных военно-морских сил для координации работы по тем сложным задачам, которые возникают в бассейне Черного моря. Кроме того, мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместные принятия решений по тем или иным ситуациям. Это серьезно облегчает наши функции в Черноморском регионе. В рамках подписанных договоренностей одни из главных приоритетов – это работа по охране природных ресурсов, борьба с контрабандой и организованной преступностью, а также нелегальная миграция. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер» специально из Стамбула. На Черноморский саммит 2018, который стартовал в Одессе, в этом году приехали политики из 15 стран. Что они обсуждали и кто открыл этот форум, узнаем от Юлии Жешко. Бывший президент Франции Николя Саркази в Одессе. Именно здесь проходит седьмой Черноморский саммит при участии украинских и международных политиков. Приехали делегаты из 14 европейских стран, в том числе представители британского парламента. Но главный гость форума – экс-президент Франции. Он и открыл мероприятие. Я считаю, что присутствие таких авторитетных политиков в Одесском регионе, в нашей стране, очень важно не только для Одесской области, но и для Украины в целом. Адекватное мнение о том, что происходит внутри нашей страны. Цель международного саммита – поделиться опытом, как более интенсивно развивать экономическое сотрудничество между странами и наладить эффективную коммуникацию. Европейские политики уверены, Украине и, в частности, Одесскому региону необходимо привлекать инвесторов. Обсуждались самые разные темы. Темы, связанные с укреплением сотрудничества между странами, которые имеют общие границы. Потому что многие представители европейских элит придерживаются той позиции, что необходимо отбрасывать всякие обиды, всякие недовольства в сторону и исходить из прагматических интересов. Даже учитывая конфликт на востоке страны, Украина должна использовать весь свой транзитный логистический потенциал. Сейчас он практически заморожен. И с этим согласны все присутствующие. Черноморский регион всегда был полем геополитических баталий очень многих стран. И, несмотря на это, Украина должна занимать свою собственную позицию, иметь и быть мостом. Это та главная мысль, которую пытался донести господин Саркози, и с которой мы абсолютно согласны. Саммит под эгидой Ассамблеи европейских регионов проходит при поддержке международных партнеров. Его организатором выступил Одесский облсовет и благотворительный фонд «За Одессу». В этом году в Black Sea Summit решили посвятить проблеме коммуникаций между странами. Николай Саркози символично посадил дерево на аллее дружбы в центре Одессы. Подобные мероприятия созданы не только для политиков, говорит народный депутат Николай Скорик. Это путь к развитию украинского общества в целом. Мнение, видение нашей страны со стороны европейских, авторитетных европейских политиков, перспективы Украины, текущая ситуация в Украине, я считаю, очень важна, очень нужна для Украины, очень будет полезна и для украинского политика, и для украинской общественности в целом. Сегодня решили ввести традицию. На каждом следующем саммите на украинско-французской аллее дружбы высаживать новые деревья. И Юлия Жешко, подробности, телеканал Интер. Женщины-генералы в армии, а вместо товарища пан. В парламенте сегодня сделали первый шаг к изменению обращения и приветствия для военных, а еще поменяли условия выплат семьям погибших военнослужащих. Но не армии едины, позаботились и о предпринимателях. Как прошел этот парламентский день, узнаем от Елены Зориной. У здания парламента разнофлаговая мишанина, пикет, с требованием провести выборы по-новому и принять давно обещанную избирательную реформу. Запах предстоящих выборов сегодня витает и под куполом. За документы, о которых говорят протестующие, голосовать не спешат, больше выясняют отношения. Возможно, с октября. И это оптимистический прогноз, избирательный кодекс. Депутаты все же начнут рассматривать. Пять тысяч правок. Даже если мы вынесем на голосование, то все равно на это понадобится не меньше, как полтора месяца. То есть, я думаю, три пленарных недели. А это полтора-два месяца мы будем рассматривать только правки. Оппозиционеры считают, что и срок в полтора месяца слишком большой тянуть дальше некуда. Но и в зале, и в кулуарах, как в той басне о лебеде, раке и щуке. У каждой фракции свои требования. Радикалы, к примеру, призывают подумать о социальном. В парламенте, звиту уряду и головы «Нафтогазу» Коболева про то, в чьому необходимость повышения цін на газ. Миллионы людей отримуют копейчаные зарплаты и пенсии. Решением уряду обмежено зриза на обсяги споживания газу, которые дают право на нарахование субсидий. Мы требуем от уряда скасировать решение, чтобы обмежить право украинцев на отримание субсидий, чтобы субсидии нараховались по нормам минуло и зими. Мы требуем звиту в парламенте головы «Нафтогазу» Коболева и его отставки. А начинают избранники с вопросов обороны. Решили позаботиться о семьях раненых и погибших военнослужащих. Еще уравнивают в правах женщин военнослужащих. Они, как и мужчины, теперь смогут проходить дольше службу по контракту, назначаться на должности и даже получать генеральские погоны. Следом берутся за изменения военного статута. Депутаты утверждают, так восстанавливают историческую справедливость. Один из избранников, который сейчас проходит службу в армии. Ради этого голосования тоже вернулся в зал. Я взял на один день отпуску для того, чтобы проголосовать сегодняшний архиважливый, как для меня и для многих военнослужащих, решения. Это символ отмоги от тоталитаризма, от расизма, от взрослыхщины и от коммунизма. Потому что, чтобы вы понимали, за, например, тот час, что я перебываю в Збройных Силах, только один раз командир до меня вернулся, слава Украине, и ему ответили героям славу. Законопроект принимают, но пока в первом чтении 284 за новое приветствие военных звучит прямо в зале от депутатов. Слава Украине! Избранники вслед за военными вспомнили и о предпринимателях, одобрили предложения о едином окне на таможне. А вот и на болевшем утверждении членов Центра избиркома, о чем последние дни говорили много, сегодня и не вспомнили, видимо, все еще договариваются. Но в оппозиции уверяют, что парламентарии больше заняты политагитацией, чем реальная работа. Парламент сейчас, по сути дела, является продолжением политических штабов, основных политических игроков. Парламентские фракции стали подразделениями политических компаний. В стране бедность, в стране высокие тарифы, высокие цены, в стране невозможно получить нормальное медицинское обслуживание. Поэтому мы считаем, что сессия парламента должна быть использована не для политиков, которые собрались на президентские выборы, а для людей. И решения должны быть приняты в интересах людей. И оппозиционный блок будет такие решения предлагать. Мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цены. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать. Первая пленарная неделя пока не показатель всего политического сезона. Елена Зурина, Ксения Барбиненко, Вадим Сверидонов и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Жители нескольких сел Николаевской области готовы к протестам, если власти не решат проблему электроснабжения. В течение года несколько тысяч человек систематически сидят здесь без света. В чем причина отключения? И главное, когда они закончатся, людям никто объяснить не смог. А чиновники обратили внимание на проблему только после того, как ситуацией заинтересовались журналисты. Теперь, чтобы помыть посуду или принять душ, Татьяна Хабибуловна вынуждена по несколько раз в день носить в дом ведра с водой из колодца. Оборудование, которое качало воду автоматически, уже не раз ломалось и недавно окончательно сгорело после очередного отключения света. 600 за перемотку. Раз, потом еще 600. А сейчас вот это надо куплять. Я не знаю, сколько мне сейчас стоит. До трех тысяч. Стиральной машиной пользоваться опасно. Держать продукты в холодильнике бесполезно. А просто смотреть телевизоры для жителей сел Лиманы и Лупарева теперь роскошь. А зимой проблем еще больше. С октября прошлого года в селах регулярно отключают свет. Отключают свет. И получается так вот стоят. Каждые два дня. И на весь день. Мы поставили отсекатели напряжения у себя дома за счетчиком. Постоянно колебается напряжение. 220, потом начинает. 240, 245. И у нас выключается все время. И вот периодически, где-то два-три дня все нормально. А потом такая чехорда начинается. Отключается, включается, отключается, включается. Скачки до 260 вольт. Люди доведены до отчаяния. Говорят, в век новейших технологий почти 20 тысяч человек не имеют возможности пользоваться элементарными благами цивилизации. При том, что платят за электричество исправно. И даже наперед. Староста сел Наталья Панаши возмущена. На ее обращение в Облэнерго раньше просто отписывались, а теперь и вовсе не реагируют. Ни ей, ни селянам. Никто не удосужился объяснить, почему отключают свет. Люди намерены пикетировать Облэнерго. Если жители, два автобуса, один, приедут на гражданскую 40 или приедут под нашу филею Південу и станут перед дверями и не пустят их хотя бы на час на работу тех чиновников, которые не хотят помочь нам решить проблему, то я думаю, что они также тогда задумаются. Что люди в селе тоже люди. А вот нашей съемочной группе с представителями энергоснабжающей компании удалось пообщаться. Оказалось, причина отключений в изношенности электросетей. У нас есть план их ремонтов, реконструкции и данные села были запланированы на октябрь-ноябрь этого года. Но ввиду сложившейся ситуации мы приняли решение провести реконструкцию ремонтной работы в этом месяце. Ремонтные работы продлятся не менее месяца, до начала октября. Селяне говорят, если отключение света продолжится, будут протестовать. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности – телеканал «Интер», Николаевская область. Ситуация в облгазах остается критической. Отсусть решается своих сотрудников. Отопительный сезон на грани срыва. Сегодня вопрос этот обсуждали в Верховной Раде. Как собираются решать проблему с недофинансированием газооспределительных предприятий? Об этом в нашем материале. Запахло газом? Набирай 104. Эти простые действия знает любой школьник. Но вскоре в аварийных службах может попросту не хватать людей, чтобы выехать на вызов. На сегодняшний день у нас по Запорожью, приведу пример, 220 вакансий. Если люди даже придут на эти вакансии, для того, чтобы воспитать из него профессионала, хотя бы какого-то маломальского, необходимо минимум два года. По аварийной службе на сегодняшний день у нас не хватает 14 человек. Нехватка кадров в компаниях газооспределительных сетей сегодня составляет практически 25%. Только с начала года предприятия покинули более 5000 человек. Основная причина – низкая зарплата. Сегодня в среднем работник получает 6,5 тысяч гривен, в то время как показателей по промышленности уже больше девяти. Была разработана новая методика рассчитывания нашего тарифа. В связи с этим, там закладена наша зарплата на уровне промышленности. Если бы она вступила в силу, сегодня мы могли бы работать с более высокими зарплатами. В связи с этим, наши работники не покидали бы наши предприятия. Но новая методика не вступает в силу по банальной причине. Ее до сих пор не опубликовала газета «Урядовый курьер». И причина здесь явно не в нехватке материальных ресурсов издания, уверены газовщики. По политическим мотивам, скорее всего. Ну, то есть, повышение цены на газ на сегодня, ну, скажем так, непопулярное решение. Поэтому, ну, собственно говоря, и не пересматриваются наши тарифы. Пойти на то, чтобы сделать перекидку с одного тарифа на другой, допустим, газораспределительным предприятиям, повысить тариф немножко, а кому-то уменьшить. Ну, на это тоже никто не идет. Если тариф пересчитают, это позволит не только сохранить рабочие места, но и создать тысячи новых, особенно в небольших городах. Но если проблему и дальше игнорировать, то это приведет к масштабным последствиям, говорят депутаты. Скоро, справді, нема кому фізично буде, навіть в аварийных ситуациях, їх ремонтувати, оперативный ремонт здействовать. И просто величезненными там целими кварталами, местами, украинские граждани могут залишаться без тепла, скоро зима. Тому треба вирішувати це питание, але коли влада навіть не може розібратися з собою, каким чином роздрукувати постанову уряду, чтобы НКРІКП затвердить новые тарифы, то, знаете, це багато про що говорить. Семи гривен за кубометр голубого топлива поставщики, трансгаз, облгазы и отчисления в бюджет – это примерно две гривны. Все остальное – монопольный доход нафтогаза. Це ж точно створена проблема, тому що сьогодні монополистам є однак нафтогаз, який на себе сконцентрував все, весь дохід і пограбунок населення за рахунок космічної ціни за газ, який залишається в їхніх руках. Зараз виходить так, що в нас створюється прокладка, як нафтогаз, такий монополист, яка на себе все замикає, і ті надприбутки отримує, а знищуються структури нерозподільчі, які займаються посадкою газу. Я думаю, що зараз треба взагалі току підняти питання під ліквідацію такої структури, як нафтогаз. Тому що це прокладка, яка не потрібна, яка тих шкодів, як на нашій Україні. В Верховної Раді уверена, нафтогазу невыгодно делиться с распределителями своїм доходом, даже наоборот. Нафтогаз України сьогодні банкротить спеціально газовий добування, і таким образом хочуть за безсценок викупити це підприємство, як це делалось за ці 20 років. Сьогодні не розпределяється, поки не розпределяється прибыль именно на роботників і на сотрудників, і не розвивається газовий добування тільки по одній причині. Тому що непосередньо Голуван-Афтогазу Кобалів решив обанкротити газдобучу і забрати у народу, забрати предприємство в олигархичні руки. Ми не позволимо їм цього сегодня зробити. Я подав соответствуючий проєкт постанови в Верховну Раду, для того, щоб запретити непосередньо руйнацію цього підприємства. А поки властимущі решають, публиковать ли нову методику, газовщики всеми силами пытаються предотвратити остановку всей системи, щоб не допустити сриву отопительного сезона. Але якщо в ближайший час тариф все ж не пересчитають, обіщають масові протести. А це значить, що зима буде дуже холодною. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробності, телеканал «Интер». Состояние Олега Сенцова продолжає ухудшаться. Об цьому заявила представитель України в трехсторонній контактній групі Ірина Геращенко. По її словам, українська сторона ради спасення Сенцова привлекала международних партнеров, але пока безрезультатно. Я напомню, український режиссер Олег Сенцов объявив бессрочну голодовку в российской колонії, она продолжается уже 117 днів. Український МЗС, звичайно, на контакті всіма на постійному з адвокатом Сенцова. І ми очікуємо інформацію з перших вуст від адвоката, який ці довгі місяці, от єдиний, має можливість іноді Олега бачити. За тією інформацією, яку отримую я і Людмила Денисова, у повноваженні Верховній Раді справ людини, звичайно, є серйозне погіршення здоров'я. І в Олега, і в Володимира Бавуха, якого так само незаконно отримують оккупанты в Криму, в інших наших політв'язнів. Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля – агенты ГРУ. Об этом заявила британский прем'ер Тереза Мэй. Как Лондон намерен усилить мировое давление на Россию, узнаем от Ирины Ивановой. Она в Лондоне. Подозреваемые есть, ответственных нет. После обнародования фотографий и имен предполагаемых исполнителей дерзкого преступления, Лондон іщет пути наказать всех причастных. Накануне, во время выступления в парламенте, прем'ер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Баширов – сотрудники российского ГРУ. Именно эта организация стоит за покушением на бывшего своего сотрудника Сергея Скрипаля. Действие ГРУ – угроза для всех наших союзников и наших граждан. Основываясь на том, что мы узнали из расследования в Солсбери, и что мы знаем об этой организации более широко, необходимо активизировать наши общие усилия именно против ГРУ. Тереза Мэй подчеркнула, что британское правительство практически уверена в том, что операция была согласована с российским руководством. Сегодня в совбезе ООН будут обсуждать новые данные об отравлении в Солсбери. Великобритания созвала экстренное заседание. Еще накануне Тереза Мэй обсудила развитие ситуации с президентом США Дональдом Трампом. Америка недавно усилила санкции против России именно из-за использования новичка на территории Великобритании. Добиваться новых санкций обещает и британский премьер, чтобы Россия ответила за случившееся. Ирина Иванова, Валентин Беревич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Украине появится новая ветряная электростанция. Построит ее норвежская компания. Договор о сотрудничестве подписал президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Норвегии. По словам главы государства, соглашение это привлечет инвестиции в полмиллиарда долларов и создаст новые рабочие места. Главная же задача будущего проекта обеспечит энергетическую безопасность юга нашей страны. Ветроэлектростанцию построят в Херсонской области. Эти 120-метровые велетни будут расположены буквально в леченых километрах от озера Сіваш и от окупованной территории, окупованной Российской Федерацией, территории Украинского Крима. И дозвольте мне предпочитать, что инвестиция норвежской компании в кількох километрах от административного кордона окупованной территории. Я твердим переконанням, что ця территория будет звільнена. Крим є украинским. То, что происходит сейчас, очень полезно. Особенно растущая заинтересованность норвежских компаний инвестировать в Украину. Все они рассчитывают на продолжение реформ. Несмотря на то, что вы вступаете в предвыборный период, мы надеемся, что преобразование продолжится. Два месяца содержания под стражей или 440 тысяч гривен залога. Мэру Ужгорода, Богдану Андрееву, избрали меры пресечения. Чиновника, я напомню, подозревают в присвоении 6,5 миллионов бюджетных гривен и служебном подлоге. Деньги были выделены на реконструкцию культурно-исторического центра «Савинное гнездо». Адвокат Андреева сообщил, что уже до конца дня его подзащитный внесет залог. Я думаю, что будет внесена застава або ним особисто, або ким-нибудь из родичей. И после того, как я уже сказал, он будет перебывать на запобежном заходе в виде заставы. Вернуть соцвыплаты требуют в Социальном совете Украины. Я напомню, Конституционный суд вынес вердикт о том, что чернобыльцев незаконно лишили льготы выплат, но в правительстве приняли постановление, что комиссия пенсионного фонда будет решать, проводить ли перерасчет невзирая на судебное решение. В Социальном совете выдвинули ультиматум. Если в течение недели Кабмин не гарантирует выполнение вердикта Конституционного суда, люди выйдут на акции протеста. Оформляем. Обращение. Если в течение следующей недели мы не получаем внятного ответа от правительства, когда будут выполнены решения Конституционных судов Украины, судов Украины по чернобыльцам, по переселенцам, по ветеранам, по пенсионерам, то значит, тем самым, они сегодня просто провоцируют людей, другого выхода нет, как идти на акции, законная акция протеста. Вчера мы приняли решение Андрея Вагапова. В каком состоянии он сейчас, и что стало причиной этой охоты, расскажут мои коллеги. На Андрея Вагапова напали накануне вечером в спальном районе на окраине Одессы. Активист вышел из подъезда многоэтажки, в которой живет. У крыльца заметил незнакомого мужчину, на вид лет 30, спортивного телосложения. Андрей направился дальше, а парень сзади четыре раза выстрелил ему по ногам и скрылся. Первую помощь пострадавшему оказывали прохожие. Левую ногу не чувствую. Сейчас Андрей в больнице, состояние стабильное, у него три проникающих ранения, одно из них осколочное, причем осколки врачам извлечь пока не удалось, слишком глубоко засели. Попытаются сделать это во время операции. Пули, скорее всего, были металлические. Возможно, осколки не удастся извлечь, такое тоже часто бывает. Ну, люди с этим живут. Жизни на данный момент ему ничто не угрожает. Касательно качества жизни, там уже будут установлены только после операции. Андрей Вагапов известный в Одессе волонтер, помогает армии, кроме того, занимается общественной деятельностью. Так, год назад был героем нашего репортажа, когда сломал незаконно установленный шлагбаум на морском побережье. В последнее время вступал в конфликты, связанные со строительством. Говорит, возможно, нападение – дело рук оппонентов. Судя по повреждениям, да. Запугать, вывести грубо, сейчас, на данный момент, дел, которыми я занимаюсь. Там, где обратилась ко мне общественность, которую, как говорится, не слышат. В полиции тем временем рассматривают несколько версий нападения. Среди них общественная деятельность активиста, а также бытовой конфликт. Уголовное производство открыли по статье «Хулиганство». За предыдущими данными для завдания телесношкоржения будет застосована оружие системы «Флобер». Это разважальная и спортивная оружие, что и в свободном доступе продается в магазинах без каких-то обмежений гражданам. Стоит отметить, что этим летом к днищу автомобиля Андрея Вагапова неизвестные пытались прикрепить некий предмет, но активист их спугнул, а под машиной обнаружил запал от гранаты. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал «Интер» «Одесса». «Умань любит Трампа». Баннер с такой надписью появился в Умане. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. По его словам, это своеобразная благодарность президенту США, который перенес американское посольство в Иерусалим. И напомню, в эти дни десятки тысяч хасидов традиционно съезжаются в город, чтобы отпраздновать Новый год. Роша Шана. Они считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле Равина Нахмана, который похоронен в Умане. Считается, что если встретить Роша Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым. В столице эвакуировали бизнес-центр «Парус». По данным издания страна Юэйтам произошло возгорание. Причина – короткое замыкание в одном из автомобилей, припаркованном в подземном гараже. На место уже прибыли несколько пожарных машин. Скорая помощь о пострадавших пока не сообщается. Это все на сегодня. Уже завтра итоги этой недели в этой студии подведет наш долгожданный вернувшийся из отпуска Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами. До субботы.